Добрый вечер всем. Наша недельная глава – глава Суккарт. И многие, конечно, в эту главу говорят о Красной Корове, а я хочу поговорить о чем-то другом. О той вещи, которая, мне кажется, одна из самых, казалось бы, несправедливых в нашей главе, а я имею в виду о наказании Мушеарону. Наказание Мушеарону, когда они, как говорится, не разговаривали со скалой и получили наказание, согрешили, нужно понять, что мы согрешили, и получили наказание одной из тяжелейших вещей. Они, в принципе, попали под то же наказание, то есть это отдельно, правда, которое попало все поколение пустыни, что они не заходят в землю Израиля. И это наказание. И когда ты читаешь стихи и видишь это наказание, очень тяжело их принять. То есть в чем преступление, что такое наказание? Особенно на фоне того, что еще недавно мы читали, и четко, скажем так, чувствовали эмпатию по отношению к Муше. Когда мы читали, там было написано, когда народу знали это решить, ведется очень плохо, и Муше Рабейну взмолится все очень, говорит, а я породил этот народ, то есть я его забеременел, то есть я ли его родил, то есть да, что ты скажешь мне, неси его на руках своих, как несет нянька своего младенца. То есть я виноват, если мы понимаем, что ноша тяжелейшая на плечах Муше, то есть да, он несет эту ношу, и мы чувствовали эту эмпатию. Мы знаем наш народ Израиль, знаем, как он себя умеет вести и так далее. Это очень тяжелый народ, особенно у него всегда есть претензии, то есть как было раньше, так было, это осталось по сей день. То есть мы это прекрасно все видим, и все ему не нравится, что бы ты ему ни делал, ты будешь плохой, и никогда в жизни не будут помнить тебя хорошего, ну и так далее, так далее, нечего рассказывать. И вдруг, то есть вещь такая, которая получается, то есть получает Муше. То же самое по поводу Агарона. Агарон после стольких лет, то есть да, когда есть подъемы, падения, когда он наводил мир между людьми, стоял, то есть, кстати, в Египте, он же был лидером в Египте, еще до того к Муше пришел. Нужно не забывать, Агарон возглавлял народ до возвращения Муше в Египет. В пустыне потом, то есть два брата, которые все отдавали этому народу, и вдруг они получают такое наказание, что ни в землю Израиля не войнули. Вместе с тем нужно еще вспомнить еще одну вещь, корень, откуда началось послание Муше. С чего начал Муше? Напомню, что Муше начал, когда несгораемый куст, когда Муше вообще не хотел принимать на себя эту ношу, то есть, да, это послание считалось бы недостойным его, и в принципе можно понимать, что вообще его, то есть то, что на него возложилось, то, что он был вести этот народ, вообще то есть вести, это вообще не было его желание. Он не хотел этого делать, пытался от этого отвертеться. В конце концов Муше согласился на это тяжелейшее послание, на тяжелейшую ношу, которую возложил на него Всевышний. И в принципе, неужели такое вот послание, которое на него было положено на его плечи без его согласия, в принципе, должно закончиться таким наказанием, что он в землю Израиля не входит? Нужно понимать, нужно понять, вершина, пик вообще, то есть лидерства Муше Робейну и реализации, то есть его личности, Муше Робейну, он заложен в входе Муше Робейну в землю Израиля. Для того, чтобы понять, что такое было для Муше Робейну, вплоть до того, что он возмолился перед Всевышним, то есть умолял по книге дворимых, там Ваидханан, чтобы он попросил, чтобы он хотя бы ее хоть чуть-чуть. Всевышний ее прикрек, чтобы он больше с ними разговаривал. В принципе, то есть на всем этом, то есть на пик всего Муше Робейну получает в том смысле огромную подщечину. То есть насколько это было тяжело. Поэтому должен стоять задаться вопрос, за что? Кстати, мудрецы Хазарь были очень, скажем так, чувствительны к этому вопросу, вообще глобально, как всеми праведниками, с которыми мы вроде видим, что происходят вещи, казалось бы, тяжелее же несправедливые, ведь они столько вкладывали из так себя, то есть Всевышнего. И говорит Агмарафтор Катюбаба Кама, она говорит по поводу Амара Вихия Ахальпикен Мет Бно Бет Самата, несмотря на все это, то есть там рассказывают, что умер его сын, то есть мудреца, праведник от жажды. Как мы это знаем? Это стих имеется в виду, что учат, что Всевышний медагдек им свива во филю кихута сыра. То есть Всевышний очень-очень педантичный до, аж, что же называется, до волосинки с тем, кто близок ему. То есть чем ты ближе ко Всевышнему, то есть демон намного более педант с тобой. Чем дальше он больше тебя кидает. С Агирампом это провел очень интересную параллель. Люди, которые близки ко Всевышнему, они заслуживают, они заслуживают и получают то, что называется, личное проведение. Ажгаха протит и щит, то есть Всевышний, то есть лично. Чем ты дальше от Всевышний, тем это слабее, вплоть до того, что грешники, люди, которые доходят до того, что они выпадают в систему Ажгаха клалит. То есть общая Ажгаха, то есть Всевышний даже следит, но он следит, чтобы, как у животных. Животные, то есть Всевышний следит, чтобы вид не вымер, но то, что будет происходить с отделенной определенной личностью, то есть отдельным котом, отдельной собачкой и так далее, он за ними следит, чтобы они как вид были. Это дано на законы природы. То есть Всевышний лично как бы там не следит за этим. Это называется Ажгаха клалит. То есть Рашей выкидывается на это и дальше, на законы природы. В принципе, чем ты ближе ко Всевышний, тем Всевышний ближе к тебе, и тем он, скажем так, с тобой в прямом сообщении. Мы это знаем. Все равно, несмотря на все это, это вот учение не отвечает на вопрос, на тяжелый вопрос. Почему муж рабын такое наказание? Забрать у него пик развития его личности. После стольких лет. У Арона тоже. Для того, чтобы понять наказание, почему такое наказание, нужно немножко обратиться и понять, в чем согрешили по-настоящему муж рабын. В чем был грех? В чем был грех с этой водой? Допомню, то есть рассказ, Всевышний говорит им, что они должны, то есть воды нет в пустыне. Всевышний говорит, муж обращает Всевышний, говорит, освети меня среди народа, поговори со скалой, и она даст воду. То есть даст воду, муж рабын вышел и сказал, то есть вы народ восставший и так далее, и ударил по скале, и вода вышла, то есть она вышла, но как бы был промах, то есть это был грехом. В чем грех? Скажем так, комментаторы приводят несколько объяснений этому греху. Такие, другие, допустим, Рамбом в Мурен-а-Ухэм, то есть в путеводителе Заблухших, например, объясняют, что проблема была Муше, то что он разозлился. Впервые он разозлился, и это страшный грех, и за это был наказан. Проблема в комментарии Рамбома, объяснение Рамбома по поводу зла, то есть злости, то есть раздражения, то есть гнева, который был пробужден Муше, проблематично в том, что у нас нигде это не написано, скажем так, прямым путем, и в тексте вообще, то есть скоро этого нет. Это Медрашим и так далее, но в принципе нет этого прямого текста, это немножко проблематично. То есть почему, если такой грех, почему Всевышний, скажем так, не пишет прямым текстом? Есть другие объяснения, и другие комментарии пытаются определить, что грех был в этом, или грех был в том и так далее. В любом случае, вокруг этого греха и его определения очень все такое туманное, то есть в чем именно грех. Поэтому попробуем, давайте немножко обратиться к стихам и попробуем мы немножко разобраться, в чем же грех, как сам говорит Всевышний, то есть что Всевышний. Для этого нам нужно обратиться в конец Торы, в главу Гаазина. И там, это 32 глава, то есть в конце главы Гаазина, начиная с 49 стиха, сказано так. То есть описывается, в принципе, последнее действие к нам, у Шарабэну поднимается на Гар-Нево, для того, чтобы посмотреть на землю Израиля, там пишется следующее. «Взойди на эту гору Аварим, гору Нево, что в земле Мавитянская, которая против Ерехоя, обозри землю Канонейскую, которую я даю нам Израиля во владение, и умри на горе, на которую ты зайдешь, и приобщился к народу твоему, как умер Аарон брат твой, на горе Оры, приобщился к народу своему. «За то, что вы не верили мне среди сынов Израиля, при водах Мериват Кадыша, в пустыне Сыд, за то, что не явили святости моей среди сынов Израиля, вот издали ты увидишь землю эту, а туда не войдешь, и землю, которую я даю сынам Израиля». Здесь описан с точки зрения Всевышнего. Проблема в том, что перевод исказил и убрал нам очень важные слова. А я сейчас прочитаю на иврите, чтобы вы поняли и услышали, это очень важно. Что такое маальтем? Понятие мейля. Мейля – это галактическое понятие. Мейля говорит мааль битавкидо. Мааль битавкидо – это называется, то есть у него была какая-то задача поставлена, и он провалил ее. То есть провалил или сделал ее, то есть вел себя так, что в принципе не выполнил свои задачи, не выполнил той функции, на которой была возложена. Мейля. Еще понятие мейля – это понятие связано с жертвоприношениями или вещами, которые посвящены святости. Что такое мейля? Это когда, допустим, я посвящаю животное какое-то храму или на жертву, а потом или я, или кто-то другой берет и используется животное для работы какой-то. Это называется мейля. Что я дотронулся до святого, то есть я в принципе уничтожил святость. Теперь это недостойно возойти, то есть быть святым. То есть я убил то, для чего это было предназначено. То есть я уничтожил возможность святости. Это мейля. То же самое, как и с задачей человека. То есть мейля битавкидо – человек, в принципе, у него была возможность сделать то-то и другое, и он не сделал это. То есть мейля битавкидо – это же здесь написано. То есть в принципе, кстати, наши мудрецы сравнивают понятие мейля с самыми тяжелыми грехами, с прелюбодеянием и с издалопоклонствами. Аж до этого, то есть мейля сравнится с этим. Снова я сказал, мейля, ее база, ее корень стоит на гезель, на воровстве. Но в каком воровстве, которое использование, получение удовольствия или выгоды от чего-то, что над чем лежит святость. Это мейля. Таким образом, выходит, что понятие мейля – это очень тяжелое действие, это очень большой грех. И мушер обейну аарон маалу. То есть да, ашер маальтем. То есть да, аляшер маальтем. Вы сделали мейлу. В чем была мейла? Шилой гнашки мудрники, гнашки мудрники. То есть вы меня не осветили. Окей, что имеется в виду? Давайте разберемся. Имеется в виду, кстати, здесь явно видно, то есть связь между мейла и непосвящением. То есть в принципе я убил возможность. То есть посвящение или сделать то, что могло быть святое, а не святым. Это есть мейла. Таким образом выходит. В чем грех? А грех в том, что они не сделали то, что должно быть не в действии, а в бездействии. То есть должна была действие, а произошло бездействие. Грех в бездействии. Как объясняет Рамбам, обратите внимание. Рамбам в законах Чувы пишет очень интересную вещь. В законах Раскаяния. Все заповеди в Торе повелительные или запрещающие. Если нарушил человек одну из них, то есть, скажем так, злонамеренно или по ошибке, раскается и вернется от грехов своей и исповедуется перед Всевышним Святым. То есть, да, как сказано, в принципе, и так он прощается. Обратите внимание. Рамбам говорит, что есть заповеди, нарушая заповеди повелительные и запрещающие. Запрещающие, я понимаю, как нарушают. Как нарушают заповеди запрещающие? Это когда я делаю то, что запрещено. Как нарушают заповеди повелительные? Когда я не делаю то, что поверено. То есть, в принципе, грех, нарушение повелительной заповеди, это грех бездействия. То есть, то, что ты не делаешь. Таким образом, это грех сравнит, что у него тот же уровень, как и запрещающий, и там тоже нужно, чтобы это искупить, нужно раскаяться, нужно сделать исповедь и так далее. Мушея Аарон получает свое наказание огромное, тяжелое, за то, что они не сделали. То, что они не осветили Всевышнего среди народа Израиля. Окей. Они не осветили, то есть наказание за грех был бездействием, не осветили Всевышнего. То есть бездействовали. Окей. Теперь давайте разберемся. Что же такого страшного произошло? То есть в чем такая великая проблема, скажем так, вот это вот, то, что они проморгали, то есть возможность осветить Всевышнего? То есть почему это настолько страшно? Наши мудрецы, кстати, научили нас, в картате Абуда Зара, сказано, сказано, есть коне уламо бекамашанин, есть коне уламо бешаха. То есть есть сказано, тот человек, который зарабатывает весь мир за несколько лет, а есть тот, который зарабатывает весь свой мир, то есть зарабатывает все, получается, за один час. С другой стороны, понятно, то есть человек, который, извините меня, может и упустить весь свой мир за один час, за один момент. Когда произошло что-то важное, и этот момент был упущен. Окей. Таким образом, давайте разберемся. А что ж такое огромное и важное должно было пойти в тот момент, когда Мушев вместо того, чтобы говориться, скалой ударил по скале? Давайте разберемся. Что сказано? Снова в тот же главе в Азии. Ну, давайте прочитаем снова. Смотрите еще. За то, что не обиделся в святости моей, среди сыновой Израиля. Окей. Тут есть две аспекты. Первый. Количественный аспект. В чем имеется этот момент? Освящение Всевышнего, которое могло произойти здесь, какого бы оно ни было, оно должно было произойти на глазах всего народа Израиля. Всего. То есть, в принципе, все, весь народ Израиля, видел бы Мушев. Видел бы Мушев, что Мушев подошел к скале, поговорил со скалой спокойно, то есть, да, без всяких ударов и так далее. И вода, выходящая из скалы после этого разговора. Это то, что они должны были увидеть. Это чудо. То есть, открытое чудо. Мушев разговаривает со скалой, неодушевленный предмет, и вода начинает уходить. Это чудо, которое должно было произойти у них. То есть, национальность в голову, но у них в глазах. Теперь, перед кем это должно было произойти? Перед поколением детей. Те, которые не видели открытые чудеса, которые происходили с их отцами. При выходе из Египта, разрушение моря, ослащение воды и так далее, и так далее. То есть, все те чудеса, которые мы читали про них в первые годы нахождения в пустыне, мы находимся на сороковом году. Сейчас. Мы сделали скачок. Лава Хуката тоже скачок. Мы уже находимся в сороковом году. То есть, мы в конце. Через 38 лет. Поколение, которое не видело эти чудеса, они должны были увидеть чудо. И второе, то есть, первый аспект, который не произошло, то есть, перед тем, как войти в землю Израиля, они должны были увидеть чудо. И второй аспект, он относится к характеру самого того освящения Всевышнего. Давайте смотрите. После, сразу после описания греха в нашей голове, я сейчас ее открою, идет описание реакции Всевышнего. Это у нас в нашей голове. Сейчас я пять секунд открываю. Это 20 глава, 12 стих. Смотрите. И Господь сказал Муша и Арун, за то, что вы не поверили мне и не явили святость мою перед очами сынов Израиля, не введете вы общество это в землю, которую я дал вам. Как мы сказали, то есть, да, что это освящение Всевышнего произошло почти на глазах народа Израиля. То есть, видение народа Израиля. Народ Израиля должен был это видеть. Есть очень интересная вещь. На что это похоже? Сказано, что одна фотография стоит иногда тысячи слов. То есть, один раз увидеть стоит намного больше, чем много раз увидеть. Им рассказывали про эти сути часа. Они должны были увидеть. То есть, освящение Всевышнего, прошу прощения, отправлю немножко камеру, а то она что-то какая-то перекошенная. Оно должно произойти было тем, что они увидят. Хотя иногда говорят, что видение – это более материальная какая-то вещь. То есть, а вот услуг, как раз наоборот, более духовная. У нас в Вадуизме немножко по-другому. Мы предпочитаем видеть, чем слышать. Кстати, где это мы знаем? Откуда мы это видим? Мы это видим из дарования Торы. Мы это видим из описания Синайского откровения. И весь народ видит голоса. То есть, огромное такое, то есть, маамад, такое вот раскрытие и так далее, настолько удивительно, как дарование Торы. Плодо того, что народ Израиля умудрился увидеть то, что человеческое зрение вообще видеть не может. Они увидели голоса. То есть, звуки. Увидеть звуки, не услышать. Увидеть. То есть, подняться намного выше. Насколько это видение считается, то есть, понятие видеть намного выше и понятнее. Кстати, даже в Йонг-Кипур, когда молимся, то есть, знаете, после того, как мы говорим, то есть, службу первосвященника в храме, правильно? Потом говорит АШЕАЙНАШЕРАТАЗОТ То есть, мы говорим, то есть, счастлив тот глаз, который ты видел, а не тот, который ты услышал. То есть, да, то, что мы прочитали, то есть, работу Коин-Гадоди, присвященника в храме, это то, что мы слышим. Ну, счастлив глаз, который ты видел. То есть, да, все это. То же самое происходит здесь. То есть, да, здесь похоже, то есть, в принципе, кстати, похоже, есть и то, что ты видишь что-то, что ты не можешь видеть, и связано с голосом. Это у пророкей Шаяу, кстати, в 40-й главе, где описывается конец времен, где сказано ВИНИГЛАК ВОДАШЕМ ВИРАУКОЛ БАСАР ЯХДАВ ПИКИПИГАШЕМ ДИДЕР то есть, да, и раскрылся, то есть, великолепие Всевышнего и видела все, то есть, всякая плоть вместе, как называется, род Всевышнего говорил. То есть, когда он говорил, они видели его слова. Видели слова? То есть, в принципе, мы снова придем в конце времен для вот такой возможности, мы увидим глаз Всевышнего. и реализация. Окей, кстати, есть еще одно, то есть, насколько видеть, насколько это важно, насколько это сильно, насколько это мощно. Есть понятие видеть, кто нас видит, что свидетель, правильно? В мире понятие свидетельств есть в иудаизме, в Галахе два аспекта понятия свидетельства. Первый аспект называется ИДУТ ЛИБИРУРАДАВАР, то есть, да, это свидетельство для выяснения, то есть, вещей. И второй, ИДУТ ЛИКИЮМАДАВАР, то есть, это свидетельство для того, чтобы произошла вещь, для того, чтобы мы ее зафиксировали, для того, чтобы у нее была сила. Когда мы говорим ИДУТ ЛИБИРУР, то есть, да, когда у нас свидетельство для выяснения, это весьма техническая вещь. То есть, да, то есть, мы должны выяснить какое-то обстоятельство и так далее, то есть, и для этого мы выясняем вещь, это свидетельство. Когда мы говорим идут ли кьюма-давар, то есть свидетели стараются для того, чтобы получить статус какой-то, для того, чтобы что-то закрепили, для того, чтобы что-то произошло, это намного выше и дальше. Например, то есть нужны свидетели на хупе, то есть на кедушин. Зачем? Потому что без свидетелей нет кедушин. То есть свидетели делают так, что обручение, то есть брак происходит между мужчиной и женщиной, у него есть статус, то есть он происходит, без этого нет брака. То есть это что-то творит. Это похоже еще на то, что наши мудрецы говорят, мы говорим в Айхулу. Знаете, что в Айхулу нужно говорить стоя, и нужно говорить минимум, чтобы два человека это говорили. Зачем? Потому что то, что мы, когда мы говорим в синагоге или потом в домах на кедушин, то есть в принципе в основном в синагоге, в Айхулу, мы свидетельствуем о сотворении мира. И сказали, что наши мудрецы, когда мы так свидетельствуем, мы становимся соучастниками со Всевышним в творении. Вау. На секундочку. Понятно, что это имеется в виду, идут ли к юмодоварту. Это свидетельство для того, чтобы подать статус, для того, чтобы укрепить, сделать что-то. То есть в принципе свидетельство становится участником действия, о котором он говорит. Это имеется в виду. Понятно, что человек не становится соучастником в творении мира в простом понимании. То есть он не становится полубогом или замом Бога. То есть понятно, что не об этом мы говорим. А имеется в виду, Всевышний действительно единственный, кто творит мира, он единственный, кто это делает и так далее. Но что имеется в виду, что в свидетельстве в этом есть подтверждение и усекрепление, что мир был создан Всевышним, что является по сути освящением имени Всевышнего. То же самое здесь потенциал. Освящение Всевышнего, которое стояло перед Мушей и Аароном в тот момент, был просто огромным. Освящение имени Всевышнего перед глазами всего народа, который приходит от освящения через их взгляд. Открытое чудо, которое они не видели еще никогда. Они только слышали о том, что у их отцов это происходило. Они должны бы увидеть, причем в очень важный час, перед входом их в землю Израиля. И это Мушей и Аароном, то, что называется, упустили, если мягко сказать. И за это Всевышний такое наказание. Есть Гмара, в Трафтате Шаббат, который говорит, что будут спрашивать человека, когда он поднимется туда, на высший суд, после своих 120. И Гмара говорит, сказал раба, То есть, когда человека вводят в суд, то есть перед Всевышним, после его ухода на тот свет, его задают вопрос, несколько вопросов. То есть, ты обсуждал вопросы веры, то есть, ты занимался верой. Коватое тимли Тора, ты устанавливал себе четкие определенные числи изучения Торы, постоянные. А сакта бы фриявы ревья занимался, ты запретил плодиться, размножаться, то есть заселять мир Всевышнего. Сипита ли Ишуа, ты ожидал избавления. То есть, ты делал обсуждение, дискуссии о мудрости. Ты пытался понять вещи одну из другой, то есть, выводить логические выводы. Смотрите, какие вопросы. Обратите внимание. Его не спрашивают, ел он свинину. А нарушал ли он Шаббат. Во-первых, Всевышний это знает, ему это не надо. Какой вопрос? Здесь вопрос о действии или бездействии. То есть, человек, который попадет в проблему перед судом Всевышнего, это не тот человек, который делал плохие вещи. И нарушал запрет. Это именно человек, который ничего не делал. То есть, евреи, которые не участвовали в дискуссиях по мудрости, не устанавливался время на изучение Тора, ну и так далее, и так далее. Он ничего не делал. И это самые главные слова, которые он спросит на суде Всевышнего, то есть, после его 120. Потому что иногда бездействие намного-намного хуже, чем отрицательное действие. И это то, что нас учит вот этот вот рассказ про Мушарабейну и про этот грех, и то, что произошло, и наказание настолько большое, насколько нас учит, насколько мы должны заботиться в нашей жизни, чтобы, не дай бог, мы не занимались бездействием. Чтобы мы не попали в ситуацию, когда мы придем после наших 120, и Всевышний нам будет задавать вопросы на суде. Сделали мы то-то или то-то, и мы ничего плохого не сделали. Вроде бы были люди хорошие, но мы ничего не делали вообще. То есть, мы бездействовали. И это один из страшных грехов. И стоит его очень сильно опасаться. Безратошем, что мы удостоились много действовать, нести хороших действий и не упускать шансы осветить имя Всевышнего. Так, на этом, я думаю, что можно закончить. Кто-то слушает записи, всего хорошего. До новых встреч. Записи на этом моменте выключаю. Спасибо.